Клятва на верность Родине звучит на площади Нахимова 90 раз, ровно по числу новобранцев, пополнивших на год Черноморский флот. Эту традицию принимать присягу в знаковой мести у мемориала героической обороны 1941-1942 года в Севастополе возродили не так давно. И впервые в новейшей истории она проходит так масштабно. Личный состав молодого пополнения хоть и волнуется, уж больно ответственный момент, но без запинок зачитывает текст присяги. Армия для большинства срочников – это осознанный выбор в планах дальше остаться на контрактной службе. Преемственность поколений – судьба или случайность? Андрей Коваль отправляется служить на тот же корабль, что и его отец. Папа военный у меня. 20 лет он служил на большом десантном корабле Саратове. Пришел, нас поселили в роту распределения. Вот распределили. Попал на флот Черноморский. Горжусь этим. Буду служить на большом десантном корабле Саратове. Пойду по папиным стопам служить дальше. Эти молодые матросы, можно сказать, счастливчики. Ребята из Крымского и Севастопольского весеннего призыва не только остаются служить на полуострове. Некоторым из них даже повезет освоить новую сложную технику и проходить срочную службу на современных кораблях Черноморского флота. Лично состав, который сегодня приведен к присяге, будет проходить военную службу на кораблях Крымской военно-морской базы и в береговых частях Крымской военно-морской базы. Это три бригады наши известные. Бригада ракетных катеров и кораблей, бригада охраны водного района и бригада десантных кораблей. Поэтому ребятам предстоит интересная, интенсивная служба, походы в море, выполнение задач и в море, и на полигонах. Поэтому я думаю, что они успешно справятся с теми задачами, которые будут поставлены командой. Уже с понедельника матросов ждут в частях Крымской военно-морской базы. Пока же, припав на колено, у молодого пополнения – минута молчания. И первое торжественное прохождение. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Александр Дементьев. Информационный канал Севастополя.